Ну попросили снять про фуганок. Вот мой фуганок, джет, с чугунными столами, они чуть больше метра, шириной 150 миллиметров строгания. Вот он, большой станок, тяжелый. Я использую вот пылесос, строгается так. Втыкаю пылесос. Пылесос у меня многозначный, я его и на рейсмус использую, и на фрезер. Не смотрите, что бардак, потому что я параллельно с ремонтом баянов, аккордеонов, я ремонтирую, я не ремонтирую, а делаю себе в дом мебель, у меня ее много. Вся мебель у меня самодельная, шкафы, кровати, все такое, корпусная, по крайней мере. Как это работает? Включаем пылесос. Фуганок, фуганок. Я выставляю на самую минимальную, самую минимальную эту, высоту выстрела ножа. Вот. Здесь у меня плоскости выровнены максимально, насколько возможно, для этих чугунных столешниц. Насколько возможно. Я стругаю посередине, вот здесь, ну вот как-то, то ли интуитивно, то ли что, как-то вот самое получается прям идеально ровное место. Хотя можно встрогать в любом месте. Вот. Для кожи там, или это, оно там какие-то микро, уже сотые, она компенсирует, если будут неровности. Но их не будет. Вот. Включаем на самую маленькую глубину. Здесь у меня, так, три ножа. Все, поехали. Пылесос. Я вот взял старый какой-то этот резонатор, вот этот развалившийся, просто лежит у меня на всякий случай. Вот. Главное, чтобы у него вот здесь не было гвоздей. Очень часто заколачивают гвоздями. Главное, чтобы не было, потому что ножи у фуганка дорогие, пять тысяч рублей стоят. И на точка тоже дорогая, тоже стоит денег. По-моему, что-то тысячи, около тысячи. Ну, короче, жалко будет, потому что один маленький гвоздичек, и по-хорошему нужно идти все это уже точить. У меня точильного станка нету, я ношу в мастерскую, в столярную, в большую. Вот они-то мне точат, в принципе, меня устраивает. Вот. Сейчас кожу сниму быстренько, покажу, как я фуганю. Здесь самое главное, как вы ведете деталь. Начинаем. Прижимаем к плоскости вот в этом месте. Пальцы собраны, никаких рукавов. Чтобы чем больше торчат пальцы, тем их меньше. Все. Пошли по фуганку. Вот здесь, когда мы зашли на вот эту плоскость вторую, я уже начинаю прижимать к ней. И получается, она является у меня уже позиционирующей плоткости. И все остальное, что идет после, вот здесь хвостом, оно уже фуганится по вот этой плоскости поры выровненной. Все. И в одном месте ведем. И так лучше провести на маленькой глубине 10 раз, чем на большой глубине 3 раза. Потому что рвет резонатор. Минимальная глубина там, она очень маленькая. Я не знаю, я не замерял, но прям там совсем микроны. Вот. Ну, поехали. Вот смотрите. Включаю пылесос. Вот. Я когда дошел, я уже здесь не давлю сзади. Я давлю сзади. Вся нагрузка спереди идет. Ну, это по ощущениям. Да, вот так вот. Есть у меня толкатели, но ими такую тонкую работу ты не сможешь сделать. Будет он предельно аккуратно. По этому же место. Смотрим. Вот. Еще, видите, кожа чуть осталась. Не дофуганилась немножко. Вот. Вот. Уже блестит. Она у меня как стекло получается. Она жив очень острый, все отпозиционировано. Поэтому тут проблемная. Сейчас. Вот. Отфуганил я сейчас. Возьму линеечку. Какую. А, вот у меня уголок есть хороший. Фирмы Капра. Ну, тут как сказать. Сейчас. Ну, камера не заснимет. Она не покажет. Тут все абсолютно идеально. Единственная вот проблема. Резонатор старый, он сгнивший. Я вот фуганю. А вот здесь вот шпона кусок. Он играет немножко. Верхний. Ну, это старый резонатор от сгнившего баяна. Я даже не факт, что его когда-то буду использовать. Ну, так лежит. Может быть, какие-то деревянные детали. Когда-нибудь придется с него снять. Что-то сделать. Либо модернизировать. Вот. Вообще, вот он идеально ровный. Все. То есть, я проверяю вот по плоскостям. По диагонали. Вот так. Так. Ну, здесь понятно. Здесь вот так вот будет ровно. Бывает, часто резонаторы вглубь вот так вот уходят. Вот так вот дугой уходят вглубь. Очень часто выгибают их. Еще часто выгибают, вот отрываются резонаторы. Почему здесь вот макушка открывается, подставка отрывается. Потому что вот здесь вот с краев прижали сильно. Вот этими зажимами. Раз. Два. А дерево играет и его оттягивает. Оно вот это края тянутся вниз. А здесь прижат. Еще кожа неровная наклеена. Здесь потолще, здесь потоньше. Все. Дуга получилась. Вот такая вот. Вот такая дуга. Она маленькая. Но она есть. Все. Зажали и с годами все это отваливается. Вот когда фуганишь, все. Все, она получается абсолютно ровно. Ну вот это к вопросу от тех, кто просил показать, как я фуганю. Наверное думали, что я просто сказки рассказываю. Нет, я по-настоящему фуганю. Вот у меня стол. Это метаба 256. Получается циркулярка. Очень много на ней работаю. К ней пылесос от бошевский всегда. Вот отрезная машина. Вот такой штатив купил. Очень хороший, очень удобный. АЕК отрезная машина. Великолепно. Она, ну, режет прекрасно. Диски у меня стоят. СМТ. Ну, кто знает, тот поймет. СМТ. Диски. Потом, что у меня здесь. Ну, ручного инструмента вообще немерено. Там я даже не буду. Фрезер. Не смотрите, что он в пыли грязный. Он у меня работает практически ежедневно. Я вот убираюсь по несколько дней. По несколько раз на день. Но иногда просто не успеваю. Вот так вот бросаю уже. Перед работой опять все выметаю. Очень много убор. Вот станок, на котором очень много работы. И мне он бесплатно достался. Я когда купил циркулярный станок, мне начислили. Там была у них программа. 19 тысяч баллов. 19 тысяч рублей. Я много купил. Купил вот эту вот дрель АЕК. Великолепная. Она безударная. Просто феноменально сверлит. Вот. Вот этот станок. На нем очень много работы. Очень много на нем работы делается. Сверлильный станок, пожалуйста. Здесь я вот присобачил сюда тиски. Отдельно купил. Вот они двигаются во всех плоскостях. Это вот недавно купил за тысячу рублей. Очень хороший советский мотор. Он низкооборотистый, но у него высокий крутящий момент. Я здесь поменяю. Поставлю сюда что-то типа полировалки. Вот. Потому что у меня есть такой китайский. Но он намного слабее. Токарный станок пока не могу установить. Потому что параллельно делается мебель. Вот второй токарный станок. Все это работало. Все функционировало. Так. Что еще показать? Вот еще стойка у меня. Ну вот здесь бензопилы, все строительные, краски. Конечно, вон там покраска стоит, этот большой, этот, как там, воздухонагнетатель, как он там называется. Ну, короче, воздух, забываю название. Короче, понятно. Вот еще одна стойка у меня дополнительную купил. Ни разу не пользовался. На всякий случай взял. На выездные какие-то работы. Вот. Ручной инструмент у меня есть абсолютно весь. Там включая сварка, сварка, все оборудование. Вот. Значит, что? Бардак здесь, потому что я параллельно делаю мебель. Убираюсь, убираюсь, сделаю. Это быстро все мусорится. Мешки вот только успеваю выноситься. Пилками с деталями. И даже не успеваю баню так пить. Вот. Вот наковальня у меня стоит. Еще вторая стокилограммовая на улице. Вот. Это моя мастерская. Вот. Вот такими вот размерами. Я в ней делаю такую, ну, большую, грубую работу, скажем. Там вот, что касается станочной работы и так далее, грязной работы. Вот. Основную работу по ремонту я делаю в своем рабочем кабинете. Вот такой у меня рабочий стол. Он большой, очень большой. Я сделал из мебельного щита сосна. Вот у меня, он, общая длина его, наверное, больше пяти метров. Да, больше пяти метров. Вот здесь три с половиной. И вот здесь вот два. Ну, пять, грубо говоря. Вот эти полки я сделал недавно. Все разложил наконец-то сюда. Потом что у меня? Здесь внизу полки. Стол. Ребята, вот я сделал себе вот простые ручки. Стол выдвиженными ящиками. Вот они без доводчиков, но мягко все ходит, все тут работает. Я его вначале хотел стационарно поставить. Потом у меня родилось решение, что это неправильно. Я сделал его на колесах. И вот где бы я ни работал, я могу в любое место его сдвинуть, этот стол, под руку. И прямо с него работать. Здесь я специально сделал открытый ящик. Это вообще основное рабочее место. Вот. Вот это вот. Здесь весь инструмент лежит. Он, конечно, там за день пятьдесят раз перебирается. Потом опять складываю по углам. Хочу еще ячейки сделать отдельно. Все. Вот это все основное место, с которого я беру инструмент. Плюс дополнительный инструмент еще в этом ящике лежит. Здесь у меня лежит лайка, проложки, всякая фигня. Ну и там дальше. Струбцины всякие там. Все это. Это ежедневно используется все. Тут вот, ну, всякие такие дополнительные. Вот. Какой плюс? Вот я, допустим, этот стол. Мне не надо вот на столе, допустим, разложенный баян. Я могу на него положить дощечку. Нарезать лайку. Все что угодно сделать. Вот сейчас резонатор шлифу. Его надо было фуганить. Но я не могу его профуганить. Здесь видите, сколько гвоздей внизу. И их вытащить очень сложно. Был бы баян отют, я бы, конечно, расковырял бы, вытащил и там залепил. Но это волга. Это резонатор березовый. Ценный, как бы. Я не хочу ковырять. Я поэтому вот шлифую его вручную. Это, кстати, тоже можно делать. Замена фуганка. Но фуганок лучше все-таки все это делает. Ну, как-то вот лучше. Сейчас вот крупная наждачка. Дальше вот пойдет меленькая. Что еще показать? А, ну вот стеллаж у меня с инструментами, с оборудованием совсем вот стоит. Это баяны некоторые готовы, некоторые наготови. Половина инструментов это лично мои, на которых я играю там и так далее. А вот купил и вот глаза разложить. Голоса у меня пока как попало лежат. Коробки в такой. В двух точнее. Вот резонаторы. Вот надо найти время все это сортировать, разложить, чтобы было удобно. Ну, вот как-то так. Вот этот столик, он просто шикарен. Я думаю, второй сделать подвижной именно для настройки. Потому что настраиваю я в этом месте. Вот у меня тюнер. Чаруп. Очень хороший тюнер. Он двойной и механический получается, и цифровой. Плюс вот бурмашинка. Ну, короче, много всего тут у меня. Всего. Вон резчики, нарезать там все. Ну, все, короче, есть. А вот тиски взял недавно с рук. Они тоже во всех плоскостях крутятся. Вот оно и вот так вот ходит. Вот. И туда, сюда, и везде вообще. Очень удобно. Взял с рук за тысячу рублей там. Дорого, наверное, не знаю. Ну, так купил. Короче, как-то так. Дорогие друзья, ну вот продолжается ремонт боя на Волге. Вылетел он несколько дней тут с некоторыми делами по поводу онлайн-обучения. Вот. И несколько инструментов за это время сделал. Приносили. И кое-что вот надо было по заказу тоже сделать. Значит, вот. Я сделал один резонатор экспериментальный. Я на него наклепил разную абсолютно лайку. Ну, она по жесткости поставлена на те голоса, на которые положено. Но она сделана разными способами, разными методами. Разной толщины, разная кожа и так далее, так далее. Вот. Я ее поставлю на боян, на Волгу. Сейчас установлю средняя планка. И буду на ней играть. И потом посмотрю, что с этой лайкой происходит. И та лайка, которая покажет лучше всего по звучанию, по стабильности, по износоустойчивости, вообще по своей работе, по отзывчивости и так далее. То я и сделаю, той лайка я и сделаю весь боян, все оставшиеся голоса. Вот. Сейчас я боян Волга откладываю. Мне вот давно уже принесли боян. Попросили его сделать предпродажную, аккордеон, предпродажную подготовку. И попросили продать. Вот он у меня стоит. Вот. Сейчас буду его делать. Аккордеон. Это Вельтмейстер Супита С5. Так что, у кого есть желание, пожалуйста. Буду, наверное, снимать небольшое видео. Вот. И буду несколько делать гармоний чайка. Вот у меня новая гармошка есть. Принесли. Тоже принесли. Я ее купил. Вот. Буду ремонтировать, продавать. И сделаю несколько гармоний однотипных чайка. Все на продажу. Потому что несколько штук скопилось, уже некуда их ложить. Несколько штук сделаю. Две, по-моему, или три у меня точно. Вот эта вот практически новая. Ее надо просто немножко привести в состояние. Вот. Трех- или четырехголосная. С чехлом, короче. Но это уже современная гармонь. Так что, кому интересно, пожалуйста. Тональности там напишу все, скажу. Всех приветствую, дорогие друзья. Вот новый интересный ремонт у меня в проекте. Значит, у меня несколько гармоний чайка набралось за это время. Их на самом деле четыре. Но четыре я брать не буду. Это уже будет слишком. В следующей партии сделаю. Несколько гармоний чайок. Вот. Я хочу одновременно их все отремонтировать. В одно время. Потому что у них одинаковые клапана. Ну, это и отличается размер. Ну, неважно. Вот их одинаковые клапана. В левой у всех все одинаковые клапана. Это я все одновременно переклею. Левую снять клавиатуру полностью я смогу сразу у всех. То есть, мне место позволяет. Рабочая площадь одновременно делать ремонт трех гармоний. Чтобы, ну, с каждой гармонией, каждую операцию не делать по отдельности. То есть, буду сразу делать одним махом. Вот. Значит, что у нас здесь? Вот гармошка первая. Она вообще новье. У нее отличный чехол. Вот она вообще очень свежая. Но ее надо делать тоже. Менять клапана. Эти гармони постарше. Но они играют плохо. Но они не убитые. Не ржавые, не гнилые. Не убитые. С них можно сделать нормальные гармони. Все буду продавать, короче. Сейчас я попробую, какие тональности, в каком они состоянии. Дорогие друзья, значит, прослушивание. Кое-что хочу продемонстрировать. Значит, вот этот ряд у меня проклеена новая лайка. Но я здесь клеил лайку разными способами, разных типов. Но вся она проклеена хорошо, вся она работает. Я специально сделал для эксперимента. Я буду на этом баяне играть. И впоследствии посмотрю, что происходит с лайкой. Как она работает. Послушаю внимательно. И та лайка, которая лучше всего себя ведет, ту я и оставлю. Эти два ряда проклеены со старой лайкой, но ремонтированной. То есть мастер тут меня лайку ремонтировал. Но вот этот ряд лайку делал я. Повторяюсь. Баян не настроен вообще. Может быть будет какой-то небольшой разлив. Голоса установлены не до конца так. Буквально на ответ. То есть особо я там тонко не устанавливал ничего. Так что подвечали и звучали. Вот сейчас я вам продемонстрирую. Вот этот ряд. Моя лайка. Этот ряд с той лайкой, которую я приобрел. Которую ремонтировал мастер. Слушай. Или. Вот на сжим. Эта лайка еще более-менее. На сжим вообще ничего нет. Но все равно подпембральность очень сильно уступает. Сейчас на тремону послушаю. Заметьте. В полтора раза ярче звучит и тембр очень приятный. Пусть не сама рука. Есейки. А в полтора раза ярче. Ну, вот баян Волга, кто хочет баян Волга? Ребята, он не будет звучать намного ярче, чем хороший кусковой баян. Он не будет как-то... Понимаете, его особенность в его тембральности. В тембральности. Да, у него достаточно яркий звук. Это его тембральность и его ответ. Латунные планки. На минимальном движении меха... Сейчас компрессии вообще нет. Она вообще не сделала. Тут все, шуба. На минимальном движении меха голоса отвечают. Раз. Во-вторых, звук какой тембр. Прямо звонкий такой, очень читаемый, хороший звук. На басе там тоже стоит типа новая лайка, но вот... Ну, тут там работа тьма. Вот, примерно три дня я убил на вот эту вот клавиатуру. Ну, не полных дней там. Вот, короче, такие дела. Ну, в общем, делаем дальше. Ну что, дорогие друзья, попробуем, что у нас с гармошечками. Гармошки, конечно, все нужно делать. Состояние у них так себе. Шуба. Ну, что-то играет более-менее. Решёточку красим. Ну, ремни посмотрим. Ремни, конечно, надо новые ставить. Так, здесь она получается трёхголосная, да. Следующая, ля-мажор. Тоже ля-мажор. Ну, вот видите, всё запало. Ничего не отвечает. Это всё надо делать. Но она нормальная, не сгнившая, всё в порядке. Здесь мы всё это отремонтируем, всё поправим. И третья гармонь. Чайка. Вот, она у нас навьё. Но мы тоже будем её делать любого раза. Ну, а зупрень шкоров. Компрессия, всё. Но всё равно будем клапана переклеивать. Тут я играю, есть некоторые нюансы, которые надо подправлять. Всё буду тоже её делать. Вот. Гармонь, по-моему, четырёхголосная. Или трёхголосная сняжка. Вот. Тоже ля-мажор. Ну, это вообще свежак. То есть, это современная гармония, уже не советская, российская. В общем, вот такие вот гармошки будем ремонтировать. Что-то я хотел по этой гармонии сказать. Ладно. Потом, в общем, вспомним по ходу действия. Всё расскажу. Тут ремешки хорошие. Короче, начинаем ремонт трёхгармоний. Чайка. Все ля-мажорные. Чайка.